Привет, друзья! Вы на канале Семейный ТВ, и сегодня будет любимая многими серия из цикла наших серий «На море, на поезде». В общем, речь пойдет, естественно, как всегда, об Анапе, потому что мы традиционно уже девятый год подряд выбираем как место своего летнего отдыха Анапу, если быть более точным, то поселок Витязева. И, естественно, Анапа в последние годы очень преобразилась и даже считается одним из лучших черноморских курортов. Естественно, самым главным ее преимуществом являются широкие песчаные пляжи, что большая редкость для черноморского побережья. Но сегодня речь пойдет не столько о плюсах, сколько о минусах Анапы. Это видео будет о том, что вы обязательно должны знать перед поездкой в Анапу. Первое, о чем вы обязательно должны знать, это, наверное, самое опасное и самое страшное, это тигуны. Тигун – это подводное донное течение, которое начинается от берега и идет перпендикулярно береговой линии и уносит людей в море. То есть оно не под воду уносит, а именно в море. Оно имеет очень большую скорость и выплыть из него, если ты попал в это течение и даже ты профессиональный пловец, это очень сложно. Здесь нужно обязательно соблюдать одно простое правило – не паниковать и стараться плыть вдоль берега. Потому что течение, как правило, не особо широкое, в среднем 10 метров, конечно, бывает меньше, бывает больше. В общем, главное, если вы попали в это течение, нужно выплывать из него перпендикулярно берегу. Можно даже под углом 45 градусов двигаться в сторону берега, но ни в коем случае не пытаться плыть напрямую обратно к берегу. Именно по этой причине тонет большинство людей, потому что начинают пытаться плыть в обратную сторону и просто у них заканчиваются силы. И поэтому даже на маленькой глубине можно утонуть запросто. В 2021 году, по-моему, произошла трагедия, когда за один раз утонуло сразу 5 человек. Мальчик-подросток 12-13 лет, он попал в это течение. Сначала за ним кинулся спасать его отец, потом друг отца и потом еще двое посторонних людей. В общем, все пятеро погибли, к сожалению. Поэтому это очень страшно на самом деле. Каждый год из-за тягуна гибнут люди, даже прямо на мелководье, абсолютно трезвые. Не обязательно, если человек там утонул на глубине по полосу, он был пьян. Нет, совершенно нет. Поэтому это очень опасно. Обязательно смотрите за своими детьми на пляже и будьте сами осторожны. Раньше на пляже вывешивались черные шары в Анапе, когда наблюдалось это водное течение. Сейчас, как правило, красные флаги. Обязательно обращайте внимание. Они всегда есть на пляже. Утонурил ребенок и два мужчины. Сегодня с очереди еще одного достали? Да, МЧС ездила, искала его на нашей пляже. У нас не было. Видимо, выловили. Знаю, что вроде как пошел ребенок с берега смыло. А двое взрослых пошли его спасать и не выгодили. Ну, их сразу достали, а потом еще двое после этого инцидента. Еще двое потом? Да. То есть за вчерашний день 5 человек погибло? Да, на этих пляже. И завтра, и вчера, и сегодня еще одного нашли? Ну, это может вчерашний, потому что двоих не нашли так. А-а-а. Это, видимо, их выловит. То есть, получается, и того у нас сейчас счет 6 человек за 2 дня. Не получается. Сегодня купание запрещено так же дальше? Да, мы всех выгодяем с водой, не подпускаем их к полнам. Вот, детей, родители просим, чтобы они внимательно за мной следили. То есть, получается, даже в воду опасно заходить. Не просто даже там... Да, потому что в море тягут, затягивают сразу. Уйдут. Вон спасатель. Вон спасатель. Смотрите, все. Еле-еле. Вон, вытаскивает. Посмотрите. Что, правда затягивает, да? Что, сильно затягивает? И что, расскажи нашим подписчикам. Ладно, все. Нет, хотя бы... Сильно, сильно. Вдоль берега надо, если хотите выплыть, вдоль берега. А вы прямо плыли, да? Нет, прямо не плыли, без прям. То есть, вы бог-бог. Спасибо вот этого, видите, это как вам. Так, так. То есть, короче, надо в бог-бог, да, уходить? В бог-бог, да, в бог. Все, спасибо большое. Из моря. Потому что купание запрещено. Сильные тягуны. Люди явно недооценивают всю опасность купания в море. Мужчина, вот вы верёте, возвращайтесь к нам. Мы живём вообще здесь. А водичка похолодала. Она сейчас где-то, по ощущениям, где-то 24, максимум 25 градусов. Возвращайтесь к покорителям волн. Возвращайтесь к покорителям волн. Ну, слушайте, ну хорошо, что люди слушаются. Да вот интересно, что будет дальше. Второе. В Анапе, как и на любом другом Черноморском побережье, очень легко можно подхватить кишечную какую-нибудь инфекцию. Проще говоря, ротовирус. Как правило, конечно, по большей части этим страдают дети. Нас, слава богу, за 8 лет... Это ни разу не коснулось. Ну как, один раз было такое, что дети немножко повлевали, и то на пути домой, и, возможно, это не было никаким ротовирусом, потому что это обошлось так легко, довольно скажем. Не обязательно, что это с вами произойдёт, но обязательно нужно с собой иметь в аптечке все необходимые средства. Да, там, активированный уголь, энтеросгель, полисорб, что-нибудь такое. Ну, в общем, про аптечку мы обязательно выпустим другое видео. Не пропустите. Третье. Относитесь с вниманием к тому, что вы едите. Понятно, что, да, если мы... Мы больше говорим именно о Витязево, но это в целом относится и к Анапе, и к Джимите. Понятно, что когда мы приезжаем в отпуск, нам хочется и того, и сего, и третьего, и десятого. И всё это, как правило, выглядит очень вкусно. Я сама, да, когда по Парали, например, хожу в Витязево, всё время смотрю на эти тортики, пироженки, прям выглядят так, что пальчики оближешь, но мы никогда их не покупаем, потому что эти торты лежат на жаре 30-40 градусов целый день, и, может быть, даже не один день. И проходишь... Мало того, что, в принципе, да, условия хранения неподходящие. Для тортов, пирожных, морепродуктов, для многой выпечки и всего того остального, да, там всяких остальных вкусняшек. Так ещё и проходишь, там постоянно там оса сидит, муха сидит, ещё что-то. Ну, то есть, это абсолютно, да, негигиенично. И вообще, как бы, очень много, на самом деле, вкусняшек. Идёшь там справа, слева, повсюду. Всё это очень красиво выглядит, но всё-таки относитесь с вниманием, я повторюсь, к тому, что вы едите. Иногда стоит задуматься, и, может быть, лучше сходить в какое-то проверенное уже вами место, да. И те же самые тортики можно где-то купить в столовых, где они хранятся в холодильниках. Можно найти много интересных мест с вкусной едой. Не торопитесь, да, хватать на солнце, на жаре, те же самые морепродукты тоже. Мы сами наблюдали неоднократно, как с утра только вот, да, точка открывается, и уже достаются морепродукты, которые жарят там на углях, ну, это как там, в общем, на мангале. То есть, они со вчерашнего вечера ещё приготовлены. И просто утром их достают уже готовы, и снова кладут на мангал, что вот они вот свежак, только что приготовили. Так что будьте внимательны, друзья. Четвёртое, ребят, домашнее вино. Знаете, сейчас вот пока говорю, даже понимаю, что это не только к Анапе относится вообще, да, и выше то, что я рассказывала раньше, и про кишечное, и про еду. Это, в принципе, всего нашего юга касается. Но раз уж мы обычно ездим в Анапу, в Витязио, поэтому так и говорим про Анапу. Но на самом деле это касается абсолютно всего нашего юга. Так вот, четвёртое, домашнее вино. Ну, я думаю, что любителям домашнего вина стоит немножко огорчиться, и принять с горечью тот факт, что домашнего вина там практически нет. Да, то есть мы разговаривали с местными, и говорят, что очень мало кто по-настоящему готовит домашнее вино. И если вы его и купите, то может быть, может быть в мае, там ещё в начале июня, вы можете застать это домашнее вино. Ну, либо потом где-то в июле, в августе точечно у конкретного проверенного человека, там в небольшом объёме. Но явно то, что вам предлагается на всех улицах, да, городов, посёлков нашего Черноморского побережья, это всё порошковое. Это нам не один человек сказал. И, ну, действительно, вы сами подумайте, если приезжает 4 миллиона туристов, а местных жителей там, ну, пусть 100 тысяч даже возьмём, и даже если каждый из них будет готовить, это сколько надо приготовить, чтобы на всех хватило. Ну, в общем, нет домашнего вина никакого. Да, безусловно, вы можете покупать это вино. Я не скажу, что я слышала там много историй, где люди им отравились или ещё что-то. Просто вы должны понимать, что оно никакое не домашнее. Пятое. Обман в продуктовых точках. Понятно, что на юге кругом и слева, и справа от нас находятся точки с различными вкусными фруктами, овощами. И мы не являемся большими поклонниками фруктов, поэтому мы относимся, в принципе, к этому абсолютно спокойно. Но я знаю, что многие люди приезжают и целыми днями питаются фруктами и овощами. Так вот, маленький секретик. Если вы видите на весах целлофановый пакет, то лучше ничего здесь не покупайте, потому что, скорее всего, вас здесь обвесят. Я сейчас постараюсь вставить сюда небольшой видеоролик, как это работает. И, в общем, смотрите сами. Чтобы как бы чисто было, на самом деле, эстетично, всё красиво, но что за этим может стоять? Вот такая вот штука. Интересно. Так. Вот пакетик, всё чисто, красиво. Ну, вот так, 15 грамм. Можно дальше на тару нажать. Смотрите, мы взяли кусок мяса, например. Также можно вешать овощи, томаты, картошку. Ну, мы взяли вот мясо. Смотрите, 4 килограмма, 325 грамм. Всё, это нормально. Мы продали его нормально, показали. Смотрите, что могут сделать в виде обмака. Когда ставится мясо на весы, его немножко подталкивают, знаете, уже как бы продавец незаметно это делает вот таким образом. Натягиваются пакеты. Видите, да? Уже плюсом 500 грамм. Вот эти 500 грамм плюсом, вот, к примеру, по 200 рублей. 970 рублей. Без натяга. 870 рублей. Судалов-маха 100 рублей. Просто плюсом, как бы, ну, это просто ещё такой вес хороший. Чем сильнее натягивается, всё. Ловкость рук и никакого мошенничества. В общем, вы всё увидели сами. И была однажды даже такая история, что приезжал один блогер на наш юг, и он ходил с гантелькой и проверял весы. Получилось так, что очень многие, да, продавцы с ним скандалили, было много руганий, и обман доходил до полкило. До 500 грамм, прям, да, представьте, вы берёте всего полкило, с вас берут за килограмм. Вы берёте килограмм, с вас там за кило 500, за кило 700. Ну, разница неплохая, согласитесь? Шестое. Многие дети, да, приезжающие на юг, тоже бегут и просят, мам, хочу, пап, хочу, купи, сделай. В общем, сейчас речь пойдёт о временных татуировках. Да, временные татуировки, те самые, которые рисуют кругом, чуть ли не на каждом шагу на наших курортных, да, посёлках, в наших курортных городах, и, в общем, цена, как правило, там стоит 150-250 рублей, и многие родители, те, кто приехал первый раз, или те, кто даже, может быть, далеко не первый раз приехал, но впервые решили воспользоваться этой услугой, они думают, что это цена за всю татуировку. Нет, это цена за один квадратный сантиметр, и так везде. Но, как правило, говорят они об этом только в самом конце, когда ребёнку уже нарисовали, это временное тату. И мы слышали о том, что были случаи, доходили до того, что с людей требовали по 18 тысяч рублей. То есть ребёнку нарисовали отсюда, досюда, там, в общем, условно, дракона какого-то, и с родителей требовали 18 тысяч рублей. Естественно, не все такие большие рисуют, как правило, в среднем с людей требуют там 3, 4, 5 тысяч рублей. Если вы всё-таки вдруг на эту уловку попались, ни в коем случае не платите этим мошенникам деньги. Вызывайте полицию, и тогда они сами вам скажут, да, идите вы с Богом отсюда. В общем, ни в коем случае. Никогда. На юге очень много можно купить переводных татуировок всяких. Мы покупали тоже с детьми серебристые, всякие золотистые, разноцветные. И там черепашки, не черепашки, всё, что хотите. Гораздо красивее и держатся дольше. И там лист татуировок можно купить там за 50, за 100 рублей там максимум. И держатся они гораздо дольше, потому что вот эти нарисованные татуировки, там, как правило, через день-два их уже нет. Ну, либо остаются какие-то там огрызки вообще некрасивые. Так что не вздумайте этого делать. Кстати, сюда же можно отнести ещё один развод. Развод с так называемыми аниматорами, которые предлагают сфотографироваться вам и вашим детям. Как правило, больше они прилипают к детям, естественно, потому что дети что, это, ну, мамочка, ну, как бы, да. И детям очень сложно бывает отказать. В общем, как правило, тоже они предлагают вам сфотографироваться либо же сами в каких-то крутых костюмах, либо они там с птицами, либо они с черепахами, ещё с чем-то. Они вам говорят, там, фотографии будут стоить 200 рублей. И вы такие, ну, чё нет, чё нет, 200 рублей. Ну, это не деньги же, согласитесь. Но в итоге вас сфотографируют в одной позе, во второй, в третий, в пятый. И потом окажется, что за каждый кадр вы должны заплатить 200. И потом вам скажут, ну, давайте 3 500 сюда. Ну, образно, естественно, это так, цифры все образные. Вот. Опять же, никогда не платите этим разводилам деньги. У нас было такое, когда мы первый раз приехали в Анапу тоже. Ярослав у нас ещё был маленький, там, лет 7 было, наверное. Нам предложили сфоткаться с обезьянкой. Я говорю, будешь? Он такой, ну, да, чё нет, нам тоже сказали, что-то там 250 рублей, что ли. Я думаю, ну, ладно, пускай. В общем, дали ему эту обезьянку. Потом ему посадили ещё одну обезьянку. Потом ещё там лемура или кого-то запихали. В общем, несколько раз сфоткали. И потом они такие, ну, давайте, короче, 2000 рублей. Я такая, ну, давайте нет, давайте нет, 250, как и договаривались. В общем, мы с ними спорили, спорили, ничего им не отдала, отдала, как мы договорились. И, в общем, они там мне начали, что это за каждое животное было 250, а плюс ещё там за каждый отдельный кадр. В общем, я не заплатила эти деньги и вам тоже не советую. Не платите. Ну, и к серии «Мам, купи», конечно же, мы ещё с вами добавим этих миленьких-маленьких черепашек, которыми тоже торгуют повсюду. Стоят вот эти аквариумы, да, для рыбок. И там вот эти малыши. Они действительно очень милые. И вам говорят, что они не вырастут, они прям такими маленькими останутся. И многие покупают этих черепашек, увозят домой и потом дома офигевают от их размеров. И я знаю ни одного человека, который сначала держал их в аквариуме, потом аквариумы трескаются. И вплоть до того, что тем черепашкам, бедным, приходится жить у людей в ваннах. В ваннах. Поэтому сплошь и рядом можно встретить объявление «Отдам даром черепаху». Поэтому не рекомендую. Конечно, если вы готовы к тому, что у вас дома в ванне будет жить черепаха, и может даже не одна, пожалуйста. Но это так, чтобы вы знали, что то, что они никогда не вырастут и останутся всегда такими же миленькими-маленькими, это очередной обман. Седьмое. Экскурсии. Большая часть экскурсий, которую вам предлагают там туроператоры, да, ну вот эти вот ларечка, тетеньки, бабушки, большую часть вы можете посетить самостоятельно. Потому что у вас возьмут за проезд, да, у вас берут деньги за проезд, чтобы вас доставить до места и, допустим, за вход. Или где-то даже за вход вы будете платить отдельно. Но за то, чтобы вас довезти до места, там с вас возьмут, ну, чуть ли не в 10 раз дороже, чем если вы доберетесь сами. А практически во все экскурсии вы можете посетить сами. Я не говорю, конечно, о таких экскурсиях, как там на Крымский мост куда-то съездили, еще что-то. А о местных каких-то там Кипарисово озеро, Долина Лотосов, еще что-то. Там вы можете самостоятельно добраться гораздо дешевле. К примеру, вот Кипарисово озеро нам предложили 800 рублей с человека. В итоге мы решили добраться своим ходом, чтобы через Анапу заодно погулять. И в общей сложности у нас ушло примерно, сейчас уже не буду точно врать, но что-то около 100 рублей на человека туда-обратно. 100 или 800. Ну, есть разница, да. Тем более, если вы едете не один, а с семьей, допустим, вчетвером, либо вы отдадите 400 рублей, там, ну, пусть там 500-600, либо вы отдадите 3200. Ну, мне кажется, разница ощутима. И за вход, например, на Кипарисовом озере платить ничего не надо. Единственное, что если вы захотите поближе к Кипарисам подобраться, вам нужно будет арендовать катамаран, но за это вы в любом случае будете платить отдельно. И плюс еще ваш в том, если вы будете добираться своим ходом, что вы не ограничены во времени. То есть мы приехали на Кипарисовое озеро, мы пошли, хотели взять катамаран. Оказалось, что все катамараны заняты, и там уже очередь за новыми катамаранами. Мы простояли в очереди, я не знаю, там, порядка 30 минут, наверное. Потом мы еще взяли на частот катамаран, в общем, час еще катались, это полтора часа, плюс пока туда-сюда ходили-бродили. В итоге на экскурсию там дается меньше времени. И вы можете просто не успеть даже, да, откатать, отплавать время на катамаране, который вы забронировали, и просто погуляете вокруг, и все. Поэтому в этом огромный плюс, собственно говоря, экскурсии своим ходом. Также там предлагают экскурсии на Лысую гору, на Ласточкины гнезда, туда тоже везде можно добраться своим ходом. Мы тоже ездили и на автобусе, и на такси возвращались, и все равно это выходит гораздо дешевле, чем вот просто с вас возьмут тупо эти деньги за дорогу. Да, я говорю, есть, конечно, экскурсии там подальше, куда-то вот в Геленджик, в аквапарк, там на Крымский мост, еще куда-то. Ну да, там может быть, если кому-то интересно, вы, конечно, можете съездить там. Там, не знаю, мы не узнавали, как насчет своего хода. Но те, что рядом все экскурсии, там практически везде, там грязевые вулканы, можно добраться самостоятельно. Так что вы можете сэкономить приличную сумму денег. Восьмое, ребят. Также я знаю, что далеко не все, и, наверное, практически никто, когда бронируют жилье на юге, не интересуется, а есть ли там генератор. И мы раньше тоже, честно говоря, не интересовались до последних пор, так как довольно часто бывают, да, там в Анапе, в Витязево перебои с электроэнергией. И вот в последний раз, когда мы сейчас вот отдыхали этим летом, был один раз перебой довольно длительный, там более пяти часов не было электричества. И вот в нашем отеле был генератор, и мы были со светом, а в соседнем не было света, и люди сидели на улице, в общем, а, как вы знаете, на юге тоже темнеет довольно рано, и поэтому удовольствие такое не из приятных, да, когда нет света, ты не можешь ни в душ сходить, да ничего вообще ты в номер не можешь сделать, у тебя нет электричества, нет света. Поэтому я думаю, что это тоже можно отнести как бы к минусам и к вещам, на которые стоит обращать внимание. Девятое. Вечерний отдых, вечерний чью, назовем его так, да. На юге очень многие родители, даже за детьми, там в 10-11 вечера гуляют, ну, погода действительно располагает, очень классно, у нас особо в 10-11 вечера не походишь, а там действительно довольно тепло, и почему бы и нет, но нет, есть места, в которые ни в коем случае нельзя заходить с детьми в такое время. Начинается в некоторых заведениях стриптиз, всякие такие полуголые тетеньки танцуют у заведений даже, да. У нас было видео, где вот просто мы шли по паролии, там две дамы танцевали, и там были даже довольно гневные комментарии, что, о, господи, что за разурат. В общем, как-то так. И было такое, что мы пришли в одно заведение, вечером тоже не поздно, еще, наверное, 11 не было. Мы пришли, взяли с ребятами что-то покушать, попить, сидели. Кто-то был с детьми, и тут бац, и начался женский стриптиз, короче. И кто-то был, даже люди были с детьми, женщина там прям разделась. Ну, такое себе. Я бы не хотела, конечно, с детьми попасть в такой момент. Поэтому, если вы вечером гуляете с ребятами, то, конечно, обязательно смотрите, куда вы заходите. Там очень классно, на самом деле, гулять вечером. Я очень люблю вечернюю паролию. Классно отовсюду. Вот эта музыка, движуха, я все это очень люблю. Но с детьми все-таки выбирайте места, куда стоит заходить, а куда лучше не надо. Ну и 10, ребят, вишенка на торте. Мы решили собрать для вас 10 пунктиков. И вот это вот самое такое, знаете, интересное и всеми обсуждаемое, и всеми любимое. Не скажу, что мы относим это к минусам, честно. Но потому, как многие об этом говорят, решили добавить это сюда. Это пресловутые водоросли. Это вот эта вот тина, да. Это то, что цветущее море. И, как правило, по большей части об этом пишут люди, которые там один раз съездили, попали на это цветущее море, и все, трэш-контент, больше никогда туда не поеду. Мы едем 9 год подряд. И, честно скажу, да, бывает такое, что море цветет, бывает. Но ни разу не помню такое, чтобы мы попали прямо в какую-то такую жесть, что, а, все, это капец, и больше сюда не приеду. Нет. Как правило, в Анапе, конечно, водоросли больше, чем в Витязево. Это я точно вам скажу. И Витязево, знаете, в Витязево очень широкий пляж. И даже если ты подошел в одном месте, и ты видишь здесь какие-то водоросли, можно пройти немножечко дальше, и там будет абсолютно чистая, кристальная вода. То есть, если вы пришли на пляж и увидели водоросли, это совершенно не значит, что весь пляж, да, все, море, оно будет такое. Нет. Поэтому мы, конечно же, это сюда добавили, но, честно я говорю, и мы сами это не относим к минусам. Потому что, ну, бывает, что мы приходим на пляж, тут немножко что-то зеленовато, ну, пойдем подальше, пришли подальше, и там либо вообще ничего нет, ну, либо чуть-чуть там, да, прямо у берега. Тут, ну, типа, для нас это не страшно. Вот. Вот такие 10 пунктиков мы для вас собрали. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Возможно, конечно, что-то упустили, потому что, как бы, да, я не скажу так, не думали долго, говорили то, о чем думали. В общем, если вам есть что добавить, обязательно пишите ваши комментарии. Ну, и все. На этом наше видео буду заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok